Добрый, добрый, добрый утро, дорогие друзья! У микрофона друг, это студия игрокам ТВ при поддержке Team Empire и начинаем трансляцию матча Империи против команды Virtus.pro. Это принципиальное противостояние теперь имеет цену достаточно высокую. Команда Эмпайр сравнялась по поинтам с коллективом Virtus.pro и теперь два данных коллектива борются за выход в сетку венеров. Моментальный ответ от команды Virtus.pro. Эмбер Спирит от Эмпайр и сразу же Пик Сайленсер от команды ВП. Решили сразу, я так понимаю, не тянуть время, но а че, уже вечер у них там, утро у нас. Спасибо большое. Команда Virtus.pro забирает себе Гирокоптера, забирает себе Рубика, забирает себе Спирит Брейкера, Туска и Сайленсера. Год будет на Сайленсере стоять на Мидлейне. Это прям-таки попец плотнейший. Это надо... Она будет стараться резолюшно, причем очень даже сильно. Вы посмотрите, с какой скоростью все происходит у команд. Сразу на лайн. Тут время, по идее, до выхода крипов должно уменьшиться. И, естественно, никто из команд не ожидал, что такая вот встреча будет. Ну, понятное дело, что не ожидал на начале, на начальных этапах групповых стадий, что придется команде Virtus.pro, конкретно с командой Эмпайр, сражаться за то, чтобы попасть в сетку винеров. Ну, так получилось. Выигрывайте больше матчей вдвоем с первого-второго места. Проходите, а не смотрите на то, как там Цидеки проходят вместе с ЕГЭ. Ну, кстати, Цидеки-то у нас игру с Ехумом... Нет, игру с Ехумом еще не закончили. Цидеки, по-моему, там продолжается. Все, 19-13 выигрывает команда Ехум у коллектива Цидек. Ну, это нас вообще, в принципе, не волнует. Нас волнует файт на топе. Йоку пошел поставить вард. И команда Virtus.pro просто-напросто сжирает Йоку на первых же секундах этого матча. Не хватило ХП Йоку просто убежать под тавер. Хотел, пытался, старался, не добежал. Первый фраг от команды Virtus.pro. Начало тут просто агрессивное. С одной стороны, с другой. Ну, никто никого прощать не будет, это понятно. Тут действительно рубило вас за абсолютно реальную возможность помочь себе укрепиться в хороших призовых. То есть, типа сетки венеров, это не полузырам, где одна ошибка, это вылет. Так что команда Empire с командой Virtus.pro здесь будет просто до крови рубиться. Естественно, никто не вылетает ниоткуда, если вдруг проиграет. Но, во-первых, принципиальное противостояние. Во-вторых, принципиальное положение в турнирной таблице. Always for a Fly пришел помочь резолюшену на mid lane. Год, по идее, будет настреливать резолюшену нон-стоп. Уже, смотрите, через Глэйвы у нас тут действует Год. Маны-то у него пока достаточно. Нул талисман есть. Пробустили его всем, чем только можно. Fly ловит у нас Год. И пошел замес. И Fly, по-моему, вторым отправится после его куфтовер. Нет, Fly уходит на хайграунд. Лил пошел по тавр. И еще один удар от Года. Год просто чумной какой-то. Как же он валит, а? И резолюшен лоу-хпшный. Год, что ты творишь? Прекрати. Это сайленсер на mid lane. Что творится в прошлый раз против команды Empire? Год на mid lane на Bloodseeker творил эти чудеса. Теперь посмотрите, насколько заряжен Год. На победу. Резолюшен возвращается на mid. Сразу же от Shard. Ну и Туск с mid lane может и не уходить. Лил очень сильно помог Году. Даблкил на ровном месте от Года. Год дальше настреливает по... Дальше настреливает по резолюшену. Ну и у Года приплывает. Здесь батла на Курьере. У него уже... Сколько? Плюс 6 интеллекта, я так понимаю, да? Смотрите, по-моему, побольше глейвы крадут. Да, с каждым фрагом все правильно. По 6 интеллекта. По 2 с каждого убийства или хотя бы ассиста от кила. Йоку и плюс... Резолюшену Лысу на флай подфидели. Ну и таким вот образом... Год нормально уже приподнялся. Уже интеллекта тут. Под 600 маны. Ну, дофига всего. ВП выигрывают 1500 по золоту и 750 по экспириенсу. Начало от них просто дикое какое-то. Внизу в это время Сайлент против Фобоса. У Фобоса 6 на 0. У Сайлента... 11 на 5. Сайлент перефармливает своего визави. Это неудивительно. Алоха Дэнс приходит на нижний лайн. На случай, если придется файтиться. Как я понимаю, агрессию планирует Эмпайр организовывать. На мидлейне тут просто потрепали, конечно, резолюшены невероятно. У года 10 на 1. По крепам, конечно, резолюшен нормально себя чувствует. Но по этим фрагам год со старта показал, что спокойной жизни команде Эмпайр не будет. Очень удачный айшат от Лила. Резолюшена закрывают. Ну и Ласт Вор тоже на резолюшене. Но, в принципе, выжить он должен. Уже триплу перетянули на мидлейн игроки команды Эмпайр. Йоку вообще там в неприятной ситуации в это время фармит Иллидан. У него 15 на 6. Тут вообще за всем не уследишь. Это что за матч такой-то, а? Истерика полнейшая. Лил видит Олвесу на Флай. И Флай теперь знает, что здесь Лил. Но Йоку должен закрывать Лила. У Йоку есть тотем. У него есть Фессура. Дизрапшин отправляет у нас Лила. По таймингу от Йоку должен быть. По идее у нас тотем не успевает. Фессура и закрывает Лила. И Резолюшен будет разносить Лила. Промазывает Кайлом. И Флай задувает Лила. Лил отправляется в таверну. Счет становится 1-3. Команда Эмпайр зарабатывает свой первый фраг. 400 голды подняли на Лиле и 250 по экспириенсу. Ну и год просто бешеный вообще. Год валит. Жесть как. В это время фейсбуцы появляются у Эмбер Спирита. У Фобоса в это время 7 на 0. У Сайлента уже 22 на 12. Достаточно неплохая ситуация. Ну и Йоку непонятно куда возвращаться. Здесь против Иллидана не постоишь. Спокойненько Йоку отправляется, я так понимаю, на другие лайны. Йоку просто отдает свободный лайн для фарма Иллидану. Ну, наверное, есть в этом смысл, потому что Йоку сейчас с гирокоптером 5-го левела, а Йоку 2-го левела. Йоку просто как крип будет рассыпаться от всего на свете. Фобоса в это время сжигают у нас на нижнем лине игроки команды Эмпайр. Алуха Дэнс удачно подошел и Сайлент забирает первый фраг для себя. 3-2 становится счет. Рубик на мидлейне. Еле-еле уходит ФНГ из этого замеса. Ну и чуть было не сравнялся счет. Команда Эмпайр нашла чем отвечать. Посмотрите, в каждую минуту все больше агрессии от Эмпайр. Ну и баланс какой-никакой восстанавливается. СФ, конечно, от Резолюшена проигрывает по левелу. Здесь очень сильно Сайлентсеру. Пока никакого глобала. Ласт Ворд и Глейвс оф Виздом. Все. Других вариантов для Сайлентсера нет. Я думаю, здесь мы увидим и форс стаффы какие-то у Сайлентсера. Он превратится в такого... В Дестройера, в принципе. Дестройер он там. Назывался Алтвул Деварер. В современной второй доте он называется. Ну и, блин, попадает, конечно, здесь ССФ. Резолюшен вынужден постоянно. Ой-ой-ой-ой-ой. Поймали здесь еще и Сайлента. За Лоха Дэнсом. Выдвинулся Лил. Выдвинулся Фобос. Фобос на через секунду будет чарджер в Даркнесс. За ивейдили. Оба причем. За ивейдили Лайт Страйкеры. И Алоха Дэнс отправляется в таверну. 5-2. ВП. ВП. Только первая с буквой В. Вторая с буквой В. 10 тысяч... Оу, 10 тысяч. 10 сотен. 15 сотен ВП в плюсе. И по экспириенсу 2 с копейками. Тоже в пользу команды Virtus.pro. Сайлентсер хоть немножко подуспокоился. Дамажит Резолюшн, но Резолюшн не подставляется. Ну и у СФ отраблы огромнейшие. У него нет артефактов. У него только-только вот Белт оф Стрэндж. Чтоб хоть как-то ХП заиметь себе более-менее вменяемые. Он сыпется от любого рассказа. От любого Ласт Ворда Сайлентса. В смоке Лина. В смоке Always Wanna Fly. Через Дизрапшн можно поймать здесь. Или Дана. Или Дана ловит в Дизрапшн. И Алоха Дэнса поднимает. Или Дан под ноги себе. Кулдаун. Алоха Дэнс. Лоу ХПшный. Ну и что? Тузка развалили. Сайлентса развалили в это время на мидлей. А мы там на топе замес смотрели. Ой, вы извините, конечно. А с другой стороны, чё нам, а? Можем же? Можем, давайте смотреть. Тут замес. Тут драка, драка, драка. А здесь Год. И здесь Ли. Ну и Сайлент побежал за Годом. Эмбер Спирит забирает у нас в итоге Сайлентсера. А Резолюшн забирает Тузка. Всё, возвращаемся в прямой эфир. 4-5 становится счёт. Полторы тысячи ВП по золоту. Две тысячи по экспириенсу в пользу Virtus.pro. Спирит Брейкер в это время сбирает Лину. Да, блин, а сколько экшена. 10 фрагов за 7,5 минут. Не совсем успеваешь уследить. Пардон. Да с другой стороны, 5 часов 17 минут. Какие вообще... Какие вообще уследить? Ну и Мид Лейн Год, я так понимаю, будет выход от Сайлента. У него есть Ремнант, у него есть Чейны, у него Флейм Гвард. Уже четвёртого левела, по идее. Сайлентсеры должны сжирать моментально. Если Сайлент туда придёт. Ну и понемножку, по чуть-чуть. Команда Эмпайр вроде как восстанавливает всё, что потеряли изначально. Время идёт, они хотя бы левела приобретают, какие-никакие. Шадоу Финд от Резолюшена уже с ПТшкой. До этого вообще там один тапок и ничего. Ну и рецепт на Бакля приобретает себе Резолюшен. Рецепт, конечно, не греет. Но с другой стороны, колду хотя бы не отдал году, а потратил на нужное дело. Ну и у Шадоу Финда уже 29 душ. Дамаги достаточно, чтобы фармить. Резолюшен продолжает нафармливать. И два... В принципе, тут прокачка ещё необходимой Некромастере. И после этого Макс Дэмэдж уже в файтах где-то зайти-то может. Резолюшен покупает рецепт на Бакля, и при этом покупает всякую Пет на Хедреску. Так, погоня у нас пошла за Фобосом. У Фобоса есть Charge of Darkness. У него есть Незерстрайк. Разгоняется Фобос в Алоха Дэнса. Надо привязывать Сайленту. Дизрапшен отправляют у нас Фобоса. Алоха Дэнс по таймингу. Лайтстрайкер и под Фобоса. Ну и команда Эмпайр отходит под собственный Тауэр. Там Шадоу Демона развалили. Или Дан идёт дальше. У него кулдауна нет. Дана можно и зацепить на самом деле. Йоку здесь, хотел сказать, у Йоку Даггера нет. Конечно, у Йоку Даггера нет. Девятая минута. Йоку бедняжка третьего левела. Йоку вообще тут просто пинали всем мобам игроки команды ВП. Сразу ТП на подсейф Резолюшн. Олвису на Флайп прилетает сюда. И Резолюшн пока ещё даже подфармить успевает. Ну и Эмбер Спирит у нас погибает в лесу, как я понимаю, да? И Лидан очень плотно наваливает по Эмбер Спириту. Римнан через секунду разгон от Фобоса. Ну и Эмбер Спирит здесь и остался. Сайлента забили. 4-8. Ещё и Лидан тут фарм чужого леса. Но я такого экшена тысячу лет не видел. Это просто нон-стоп экшен, во-первых. А во-вторых, какая агрессия от одной и от второй команды. Просто дико тут. Команды на убой бьются. Ну правильно, бей своих, чтобы чужие боялись. Резолюшн. Второй кулдаун. Ловят 4-10 счёт. Йоку хотя бы какой-то вариант вообще для фарма получил. Йоку хотя бы 6-й левел сможет тут насобирать. Пока что четвёртый разгон на Йоку. Какой там 6-й левел насобирать? Уже бежит сюда Лил. Ой, Фобос точнее несётся. Ну Фобос остановился. Увидел Алоха Денса. Или просто понял, что не туда несётся. У Спирит Брейкера уже готов ПТ. Есть и у Шадоус у Фобоса. Да вообще по фарму тут команда Виртуз Проб просто отжигает. 3 с копейками по золоту, 4 с копейками по экспириенсу. За 11 минут многовато. Ну и по Нетворсу давайте смотреть. Первое место Год 4.900. Даже 5 у него Гирокоптер от Иллидана. Второе место 4.500. Дальше Эмбер Спирит от Сайлента. 4.200 и 4 резолюшн. Резолюшн ещё держится на уровне. Всего 1000 проиграл Год. Хотя с той агрессией, которая была на старте этого матча, там сложновато было не слиться вообще в хлам. У Года уже есть Виталити Бустер. Always wanna fly под Тауэр. По-быстрому Last Word вешает на него Год. Но илфлай практически без ХП. Ну и этот Сайленсер от Года. Это, конечно, я думаю, войдёт в... Вообще в историю суперагрессивной Доты. Такие жёсткие мувы. Такое... Дикое противостояние одной и второй команды. Ну и Эмпайр здесь просто выходы ищет. Им надо, я не знаю, как в боксе переклинчеваться, где-то подождать до следующего раунда, отдышаться, посмотреть, как оно вообще... Как с этим всем бороться и что против этого делать. Ну и они сейчас просто тянут время, чтобы прийти в себя. На самом деле они и правда после первых нескольких минут в нокдауне были. Ну ещё, опять же, до нокаута далековато. Выравнивается Эмпайр. По чуть-чуть, понемножку отыгрывают. То преимущество, которое со старта команда ВП получила. Глобал пошёл у нас от Года. Флай отдают. Но Флай потом просто на себя внимание привлёк Йоку. Вместе с СФом забирают Рубика. У ВСона Флай. Отдаётся у нас... Я так и не увидел кому. А у Года интеллект растёт. Разгон Волоха Дэнса. Надо прятать его в... А куда его прятать? Тот, кто прятал, сам спрятался. Под фонтан. Фобоса нет. Сейчас же в Даркнессе. Фобоса здесь и оставляют. Ну и Эмпайр просто давят уже. Эмпайрс поняли, в чём дело. Их бьют. Как бы стоять просто вариантов никаких. Надо точно так же отвечать. Резолюшн. Приобретает себе Мекку. Есть у него Пауэр Трэдс. И... В принципе, подровнять дела можно теперь. У нас количество народу растёт. Нормально, нормально, нормально. 6.12 по фрагам. 2.5 тысячи ВП по золоту и 4 тысячи по экспириенсу. Ну и... Или Дан. Под себя кулдаун. Никто, в принципе, его бить не собирается. На Алоха Дэнса разгон от Фобоса. Чины через секунду у Сайлента. Можно двоих привязать здесь. Фисты, привязка. Ну и Тауэр, конечно, не агрессивный. А Фобоса, по-моему, должны подстопить. Лоу-хэпэшный Фобос. Подхиливает себя. Ну, долговато, по-моему, здесь Эмберспирит ждал. Сайлент мог бы чины немножко пораньше дать, когда под тавером находился Фобос. Ну, как-то так провтыкал этот момент. Так, у Сайлента есть барабан. У него 980 на руках. Фейсбуцы тоже имеются. Дамаги с руки под сотню. Чуть-чуть даже больше. У Резолюшена. Так, время есть, наверное, шматье пересмотреть. У Резолюшена есть мека, есть пауэртрет с 600 голды сверху. У Лины чуть-чуть тут, в принципе, до ПТ не хватает. У Шадоу Демона. А то у Сунафлай вообще нифига. Флай тут, по сути, просто исполняет роль фулл-саппорта. Все, что надо покупать команде, все, в принципе, и покупает. Ну, да и по Нетворсу видно. Флай тут, конечно, очень сильно вся эта ситуация гнетет с экономической точки зрения. ФНГ, правда, в той же заднице находится. У него 1170, а у Флай 1140 на Нетворс. Фобос на спиритбрейке. Рингу Фриген, Рингу Базитус. В скором времени появится Владмир. Ну, как в скором, в зависимости от того, как получится. Барабаны провязал у нас Сайлент. Ловят Фобоса. Лагуна Блейд есть для Аллаха Денса. Есть Лагуна Блейд, но здесь глобал пошел от года. В Дизрапшн прячет у нас Лину. И Лагуна Блейд просто в сноубол от Лины. Лина отъезжает. Это неудачный, конечно, момент. Резолюшн разультился. Резолюшн провязал стики, провязал Мекку. Все провязал. Резолюшн минус 3 уже от команды ВП, минус 4 от Виртус Про. Ну, и это доминейтинг стрик для года. И он здесь насобирал интеллекта. Миллион вообще. 16 интеллекта уже для Сайлентсера. Супер-пупер умный. 142 уже с руки у Сайлентсера. 142 с руки. Ротов Атос имеется. Уху, Эмпайр, непростая ситуация. Есть Сэнджин Яша у Герокоптера. После Рингов Аквилы. Эмбер Спирит нуждается в артефактах просто как в воздухе. Вся команда Эмпайр нуждается в артефактах Эмбер Спирита. Сейчас бить пока некому. Резолюшн пытается миссить, но с ним справляются. 4-3-2. С положительным КДА еще движется Резолюшн. Остальные тут просто печально смотрятся. 1-4, 0-2 Йоку, 0-4 Лина, Эмбер Спирит 2-3. Только у Резолюшн положительный КДА и то на 1 всего. В плюсе. Разгон на Шейкера. У Йоку нет Даггера, у него есть Аркан Буцит. 1200 на руках. 1000 еще надо где-то собирать наш Даггер. Резолюшн, конечно, Резолюшн ловят. Улдаун по нему. Мека пройдется на Резолюшн. Лоу хэпэшный. Ну и еще пару ударов от года. Резолюшн погибает. Выходит команда ВП на мидлейн. Причем и Лидан, и Гот. И все, в принципе, быстренько справляются с Резолюшном. Йоку тоже ловят. И вся комбинация в него. Йоку отправляется в Тавен. Ну и ФНГ дальше. Алоха Дэнса поднимают. Дизрапшин прячет его Флай. Но это, в принципе, все фиолетово. Еще и Флайа тоже забирают. Команда ВП просто шот, на самом деле, в этом матче. 17 минут 40 секунд. Они уже сделали 20 киллов. 7 раз умерли. Но 20 киллов, ну это что-то хренак. Сайлент в это время должен фармить. Сайлент сплитпушит. Сайлент отправляется у нас на топ-лейн. За Сайлентом уже выбрались. И надо уходить куда-нибудь. Ремнант один отставить и бежать. И несется в лицо ему Фобос. Фобос отменяет у нас, кстати. Фобос отменил разгон. А почему? Я так и не понял. Мог бы Элидан подойти и могли бы вместе забрать сами. Ну не решились. 140 хп у Тавара нельзя. Денайти Элидан пробовал. Вы видели? Два раза причем. Shadow Finted Resolution. Есть уже Огрклаб. Готовится выйти в БКБ Резоль. У Гирокоптера. Сенжин Яша сверху. Еще что-то должно быть. У Гирокоптера есть Огрклаб. Здесь Владмир готов для Фобоса. Ну и Элиданова ТП-шка лежит. Йоку ловят. Йоку под Меккой от Resolution пытается уйти отсюда Гот и уходит. Года не получилось зацепить. Гот просто отвалился. Ну и понятно, что когда Сайленс... В принципе, что ты сделаешь? Единственное, кто Йоку мог его остановить. Йоку в Сале ничего сделать не смог. Семь двадцать счет. Команда Эмпайр проигрывает по голде шесть тысяч, по экспириенсу восемь тысяч. Мембер Спирит. Что с артефактами? Сайлент уже с клеймором. У него есть Бродсворд. Так, а со стороны команды ВП какая тут агрессия? Здесь Сенжин Яша есть уже у Гирокоптера. Огрклаб принес себе Элидан. Готовится выйти в БКБ у Фобоса. Владмир прилетел. Угода как дела обстоят. Угода есть Ultimate Warp. Уже есть Родов Атос. Достаточно жесткий Сайленсер, конечно. Плюс 24 интеллекта. 150 с руки. Глейвс оф Виздом просто чопнутый. Залетает от него Лил. Лагуна Блейд ловит. Сноубол на Алоха Дэнса. Будут ловить его, скорее всего, дальше. Сигил надо разбивать. Фиссура пошла в Лила. И Лила команда Эмпайр забирает. Счет становится 8.20. Тут по голде должны нормально с Лила поиметь. Тем более Алоха Дэнс. Ему, конечно же, на варды 690 по голде. И 1080 по экспириенсу. Флайт стал тут на защиту Тавара. Просто дрожит, пытается, что-то выдумывая через Shadow Posen. Причем первого левела. Ну и Эмбер Спирит. Куда делись деньги? В Курьере ничего. Вроде был Клеймор. Куда деньжище-то делал Сайленд? Алоха Дэнс 1300 на руках. Наверное, Юл будет тарить Алоха. Кого-то, в общем-то, убирать из файта. Потому что Сайлендс... Когда Глобал ложится, в принципе, хотя бы пользоваться и темп-билду. Ну и на Рошана выходит команда Virtus.pro. Лил здесь или Дан здесь. И хотя бы допилить здесь Тауэр. Пытается команда Эмпайр. У Резолюшина уже есть Митрилхаммер. У него, в принципе, есть деньги на БКБ. 160 голды еще и сверху осталось на сдачу. Но у него и те, конечно, Эмбер Спирит вызывает больше у меня энтузиазма, чем, например, тот же Спирит Брейкер или... Хотя Герокоптер нет, конечно. Герокоптер нет. Но больше энтузиазма, чем Сайлендсер. Ну и, мне кажется, Shadowfin. Я понимаю, насколько крутая штука этот Сайлендсер. Но с Сэфом дела тоже обстоят достаточно неплохо. Дэмэджа у него много. Сам по себе не такой уж арахитичный. То есть с Герокоптером, конечно, в Лейте он соперничать не может. Но с Герокоптером будет соперничать Эмбер Спирит. А вот с кодом на Сайлендсере это вполне возможно. 160 с руки угода. И Глейфсов Визнам здесь 90% интеллекта в урон. А у него... А у него еще 140 интеллекта. Поэтому больновато, конечно. Это получается по 300? Почти. Ну да, это получается почти по 300 месяцев Сайлендсер. Как много-то, а? Плюс 126 дамаги. Ну к этим 154. Многовато, конечно. Шадоу Финн 1000 голды после БКБ у Резолюшна. Как там у Лины дела обстоят? Войд Стоун приобретает себя Лоха Дэнс. Эмбер Спирит. Немножко совсем золото Сайленту осталось до приобретения Баттлфьюри. Линк Уф Хелс есть. Каллинг Блейд есть. Клеймор тоже имеется. 13-й левел. Ну и здесь ВП просто пушат Тауэр в это время. Эмбер Спирит пошел Мид Лейн фармить. Сайленту надо заработать себе на Баттлфьюри. Других вариантов нет. Сайлент летит на базу. 20 копеек остается и он не покупает. Продавай Маджик Стик. Продает Маджик Стик. Покупает себе Баттлфьюри у нас Сайлент. И начинается агрессия команды ВП уже на хайграунде. Сайлент привязывает Элидана. Закрывают Фессурой и Элидана. У Элидана есть Аэго. Ну хотя бы один раз развалить-то его можно. Айшард пошел у нас от Тузка. Ну и почему, кстати, Элидана не забрали? У меня вопрос огромнейший причем. Потом же придется фулового Элидана убивать. Если лоу хпшного Элидана убить можно было, то фулового Элидана убивать сложнее. Сейчас просто отхилится и все, и заново все начнется. Ну и команда Эмпайр перемещается на центральную линию. И здесь ВП тоже давят по центру. И непонятно, что Эмпайр делает. Где встречаться на самом деле? Под Т2 или все-таки под Т3? У Йоку есть даггер. Йоку в принципе может влететь с Фессурой. Сайлент там через Фесты будет уже веселье устраивать. Сайлента Флеймгвард. Промакшен, промакшены Фесты. Промакшен Сиринг Чейнс. Сигил не успевает разбить. Или Дан лоу хпшный. Или Дан как будто Эгу сливает. Кстати. Ну и байт на Сигил или что здесь будет? Барабаны провязал Эмбер Спирит. Врыв пошел у нас в центр. И Эмбер Спирита разорвали игроки команды ВП. Глобал от команды Виртуус Про. Они забирают Т2. Забрали также Эмбер Спирита. Забрали. А лоха Тенса и тысячу голды поимели просто за фраги. Ну и плюс еще и Тавр. Конечно же, команда Эмпайр проигрывает уже десятку по золоту. По Экспириенсу тоже 7500. Год приобретает себе Мистик Став. Теперь... Год приобретает себе Мистик Став. Теперь у года копейки остаются до появления Киксы. Дэмэджи здесь плюс сколько? Плюс 195 или мне показалось? Плюс 155 у года от Грэйвсов Физдом. Ну и свои дамаги 200. 550 получается. Многовато. Согласитесь. Эмпайр перемещается на топлей. Always Wanna Fly с Tranquill Bootsами. У Йоку есть даггеры. Это очень важно на самом деле. А Shadow Fiend приобретает себе Сашу. Есть Саша Яша уже у Резолюшена. Алоха Дэнс по-прежнему кроме Войт Стоуна серьезных артефактов не имеет. То есть Таффа Физдердри здесь далековато. Еще 500 с копейками. И Эмбер Спирит 350 после приобретения Баттл Фьюри. Сайвентул, конечно, проседает по фарму. Всего лишь четвертое место. Эмбер Спириту надо выфармливать больше артефактов. Потому что здесь явно перефармлена команда Virtus.pro. Эмбер Спирит перемещается на нижнюю лайн. Тут есть чем поживиться Сайленту. Подпушивает Алоха Дэнс с крипами. А в это время команда ВП просто гуляет на мидлейне. ВП сейчас пойдут дефать Тауэр, как я понимаю. Они понимают, где Алоха Дэнс. Они понимают, где находится примерно Йоку. Ну и нарисовали. Наверное, какие-то комментаторы, что ли, это делают. Кто там что рисует. Сконцентрирована в лесу, в своем лесу, команда ВП. Тауэр на топе. За денаил гирокоптер. Ну и сам факт, что вышки падают у команды Virtus.pro удивительно. Ну и одна лишь вышка осталась у Империи. Но при этом у команды ВП осталось две вышки. Разгон пошел от Лила на... От Фобоса, точнее, на Сайлента. Ну и все. Остановился Фобос. Пробежался на этом поезде. Огрклаб есть у него. Митрилхаммер тоже есть. Но этот критерий аж просит своего Имперспирита. Иначе чем пробивать, например, гирокоптера, пока непонятно. БКБ у него будет. Будет у него Иглсонг. Иглсонг. Не Иглсонг, Баттерфляй, простите. Конечно же, Иглсонг у него уже есть. Ну и... Непонятно. То ли сплэшом его бесить, то ли флеймгвардом. Чем вообще разбираться с гирокоптером не ясно. Ну и улетает у нас... И Always One. О, и Resolution, и Йоку Стоплейна. Ну и команда ВП пока теряет время. В это время Сайлент фармит. Слушайте, ну графики вот. Кстати, показатели движутся вверх. Не быстро, конечно, в том, что фармит один Сайлент. Остальные пока занимаются черти чем. Но сам факт. Команда Эмпайр постепенно пытается отыграть свое отставание. Ну и Resolution 1400 после появления Сен-Жемьяш. Забрал двух крипов, ушел. Ну и какого-то движения, конечно, Сэфу добавить бы. Баттерфляй есть смысл еще собирать пока, чтобы МКБ у Сайлента не... У Иллидана не появляется. Иллидан сам у нас в бабочку, в у вороты. Здесь непонятно, Сэфу то ли бабочку, то ли МКБ, что тарить. По-хорошему бабочка очень полезная штука от того же Сайлентера. Дамаги с руки, конечно, год... Огромное количество вносит. 170 здесь. Это по 160 где-то дополнительного дэмэджа. Сейчас глянем. Да, 160 ровно. Дополнительный дэмэдж. 192, но этот по 350 бьет. Слишком много. 31-ая минута. Ой, Лина проседает по хупе. Алофа Дэнс здесь разбирает Фобос. Все-таки доигрался Алофа Дэнс. Что там делал, непонятно. Ну, уже и понимать поздновато. 415 голды подарил своим оппонентам. Резолюшн. Вместе со всей Тимом Эмпайр. Замес в это время на мидлейне. Под бэкбейдет Резолюшн. Глобал здесь от Сайлентера. Ну и Резолюшн опрячет в Дизрабшин. Возвращает назад его ФНГ. Резолюшн поднимается против ФНГ. Развалился ФНГ. Ну и Резолюшн тоже погиб. У него 2400 голды есть. Если что, он на байбэк. Флая тоже разваливают. Ну и все началось с Алофа Дэнса. Какого хрена Лина там вообще делала сама? Просто непонятно. 10 тысяч золота. 11 тысяч экспириенс. Пока что Эмпайр не очень уверенно смотрится против своих оппонентов. Джевелин появляется у Сайлента. Это МКБ. Ориентировочный у Эмбер Спирита. Ну понятно, что против Геррокоптера тут. Чуть-чуть совсем до Баттерфляя остается Элидан. Сайлент забил вообще на криты. Критов здесь не будет. Эту Сайленту в приоритете приобрести МКБ пока. Геррокоптер тут не натворил дел с бабочкой. Геррокоптеру до бабочки осталось просто Раша. Видите, в принципе, и Элидану деньги капнут. Даже если не он развалит Геррокоптера, а Эго для Элидана. Ну и все, в принципе, Курьер должен уже слетать и принести Баттерфляй Элидану. Ну и полетел Курьер, полетел в Секрет Шоп. Узнали, где Сайлент. На Сайленте сейчас будет разгон. Тут, скорее всего, надо ремнантиться, тпшиться и все, что хочешь делать. 1560 на руках у Эмбер Спирита. На второй Джевелин, ну еще 2400 до появления Манги Кингбара. Альтимейт Орпу и Резолюшина. Куда это? Куда? Скорее всего, ну я думаю, Айв Скаде для Резолюшина. Не хватает, тупо не хватает хеллс-поинтов Резолюшина. Его быстро бьют. Живет он недолго, так разгон пошел на топ на Сайлента. Сейчас увидят Фобоса, узнает, где он. Ну и Йоку здесь теперь видят Йоку у нас, Фобос. Ну и Йоку, скорее всего, будет бежать отсюда по-быстренькому. Все в кусты, даггер аут и тп аут. Ну не думаю, что есть смысл чего-то ждать здесь Йоку. Хотя нет, пока еще остается. Надо понять, где находятся соперники. ФНГ в соло Йоку, наверное, разбирает. Если ФНГ подойдет на Ленину и Йоку, прям партизан. Ну и стоит, пока что стоит. Наверное, не получится ничего у него там сделать. ФП в это время двигается по мидлейну и Йоку придется перетягиваться на центральную линию. Нет, Йоку еще пока здесь на линии поиздевается. Немножко Фобос развернулся бежать. Фобос развернулся бежать в другую сторону. Побегал немножко Фобос. Челночный бег сдал. 9 туда, 9 туда. И ждет команда Virtus.pro крипов, чтобы зайти на ХГ. Отпушиваются чем угодно. Игрики команды Empire неправда тянут время. Тут какие-то сакральные, иногда, артефакты Ember Spirit. Тот же МКБ, чтобы пробивать Гирокоптера. Если или данный не тронуть, то всем конец. Конечно, тут Сайленсер теперь много дел натворит. У него есть БКБ, у него есть Сайт оф Вайс. Рот оф Атос для года. Ну, много всего. И дамаги сверху, конечно, от Глэйвов огромнейшее количество. Заходит Иллидан. Сразу же ловит Фиссуру. И Аэгу, по-моему, Иллидану будут сбивать очень быстро. Резолюшн лоу хпшный. У Резолюшна нет байбэка. Нет, у Резолюшна есть байбэк. Есть байбэк у Резолюшна, а у Аллахо Дэнс никакого байбэка. Ну, мидлейн либо будут отдавать, либо Резолюшн придет. Пока непонятно, Сигил разбили. Года закрывают. Резолюшн байбэк. Сразу же ТП на мидлейн. Года будут здесь ловить. Года, скорее всего, будет здесь оставаться. Где Резолюшн? Не вижу. Резолюшн. Богоду эхо слэм от Йоку. Лила тоже здесь оставили. Лоу хпшный, Иллидан. Иллидан 70 хп. Полетели по нему. Удары от Таверны, от Тавра точнее. Команда Эмпайр. 1100 зарабатывает в этом файте. И 1300 команда Виртуз Про. Если бы можно было Герокоптера убить, то, конечно, было бы круто. Но Резолюшн байбэкнулся. И это в минус, безусловно, пошло Империи. Ну и 1129. Главное для Империи, что отстояли свой Тавр. Там, конечно, на соплях абсолютно он. Но Лайн не упал. 15000 ВП по золоту. По экспириенсу тоже. И ВП такие герои, которые, по идее, ходят и заканчивают игры на 40-х минутах. Сайленсера можно бить. Это, в принципе, стало понятно, там, сколько денег за него дали. Йоку заработал за Сайленсера 960 голды. Еул уже для Йоку готов. Немножко осталось совсем. Демонедж Сайлента появился. А Импер Спирит не умер-то в этом файте. Сайлент не умер в файте. У него 2-4 счет. Нормально все. Импер Спирит совсем чуть-чуть осталось до покупки МКБ. 150 монет. Ну и пойти просто забрать 2 пачки крипов и будет у Сайлента Манки Кингбар. Тогда и с... С Гирокоптером немножко покороче будет разговор. У Иллидана уже 2900 на руках. Кстати, Иллидан фармит просто великолепно. У него 20 тысяч. Общий Нетворс. Дальше 16 тысяч у года. 15 с копейками у Резолюшена. И Сайлент почти 14 тысяч. Дальше идет Фобос. 11 и 7500 для Шейкера. МКБ прилетает к Сайленту. Импер Спирит на хайграунде. Есть ульты у всех, кроме Йоку. А это важный ульт. Кстати, 20 секунд. Еще не будет Эхо Слэма. Надо тянуть время команде Эмпайр. ВП пока собираются. Они со следующей пачкой будут заходить. Они не знают как раз, что ульта Резолюшена вот-вот на подходе. Ну и по сути подойдут к хайграунду как раз, когда... Не Резолюшена, а Йоку точнее. Когда Йоку уже будет во всеоружии. Все. Есть Эхо Слэм. Поэтому Виртуз Прот тут немножко заждались. Если бы зашли секунду назад, то мне кажется шансов было бы побольше. На то, чтобы развалить Эмпайр прямо у них на хайграунде. Ну и ВП стоят. ВП стоят, стесняются. Команда Эмпайр. То ли в спину будет обходить, то ли просто стоит пока в непонятках. Айшарт ловит у нас Лоха Дэнск. По нему сразу же кулдаун от Гирокоптера. Начинает настреливать Гирокоптер. И лохэппэшный здесь Always Unafly. Привязка по Иллидану. У Иллидана уже нет... У Иллидана уже нет Аэги. Иллидана можно ловить. Прыгает Йоку. И просто в сайленте по сути у нас отдыхает. Йоку поднимает себя в ЕУ. О, фиссура пошла от Йоку. Где Иллидан? Иллидан стоит. Иллидан стоит. Иллидан никуда пока не девается за Йоку. Йоку не может проюзать эхо-слэм. Тупо не проюзывает эхо-слэм Йоку. У него байбэка нет. Без эхо-слэма здесь. Эмбер Спирит старается здесь что-то придумать. Резолюшн отваливается. Ну и команда ВП просто сносит мидлейн. Если Сайлента сейчас забирают, то скорее всего это ГГ. Хотя тут и без Сайлента, скорее всего это ГГ. Лиллоу ХП. Что Сайлент? Где привязки? Никакой привязки. На второй лайн. Команда Virtus.pro. Йоку без эхо-слэма. В итоге у нас погиб. Сайлента ловят. Сайлента забирают. И это ГГВП. Был шанс закомбетчить. Йоку просто закандрили и не дали никаких вариантов проюзать эхо-слэм. Вот почему против команды Virtus.pro вванили Сайлентс. Игроки команды Эмпайр еще в первом матче в том самом матче в группе, где Эмпайр выиграли со счетом 2-0. Ну и здесь ВП с самого начала, согласитесь, просто дико себя вели. Очень дико. Ну и Лил, где ты успеваешь это делать? Манга. Полный набор для Тузка. Отлично отыграла команда Virtus.pro. Эмпайр старались. Тут не удалось вывести. Сайлент в итоге 2-5. Поэтому Эмберспирит оказался просто вообще не камильфошным в данном случае. 390 по голоде. 490 ГПМ у Shadow of Hyundai. И посмотрите на гирокоптеры. 650 ГПМ. Продолжение следует... Поехали.